каждый учитель и не только учитель информатики вынужден периодически проверять знания своих учащихся это можно делать старыми методами вызывать кого-то к доске ждать пока один ученик расскажет остальные будут дополнять затем как-то ставить отметки задавать дополнительные вопросы и так далее это эффективный метод но в современных условиях когда у вас много детей в классе он практически не применим и здесь нам приходит на помощь для сокращения вот этого вот времени не применим приведенный пример именно из-за того что слишком много времени уходит на данные проверки и слишком трудно дать оценку так вот здесь нам приходит на помощь компьютерное тестирование и сегодня мы с вами скачаем и установим одну из самых лучших программ которая есть у нас на данный момент и если у вас имеются компьютеры в кабинете то вы можете установить эту программу и проводить компьютерное тестирование тест за вас все проверит за вас поставит отметки вы сможете легко создавать тесты вы можете легко изменять эти тесты и так далее то есть программа очень удобная и вы сейчас в этом убедитесь давайте зайдем в интернет для этого запустим браузер и в яндексе наберем вот мой тест скачать можно просто мой тест и вы сразу же увидите вот первую ссылку мой тест загрузить скачать программу после того как вы на нее пройдете вы увидите здесь загрузку данной программы вообще вы можете о ней прочитать вики справку вот если нажмете здесь будет описываться вся эта программа какие в ней есть элементы какие скриншоты и так далее но мы это все разберем видео для того чтобы сэкономить ваше собственное время конкретно сейчас мы с вами займемся скачиванием и установкой этой программы она у нас постоянно обновляется поэтому последнюю версию вы можете всегда найти на сайте mytest klaxo.net и здесь уже вот в разделе загрузить вы можете ее скачать рекомендуется скачивать полный файл установки и их мы сейчас так и поступим нажимаем на ссылку скачать файл установки программы и сохраняем ее в нужное нам место ну вот допустим папку install на диске c нажимаем сохранить ждем загрузку занимает она всего 5,6 мегабайт поэтому загрузка не займет много времени пока заканчивается загрузка давайте с вами кое-что разберем и так данная программа состоит из трех модулей это модуль сервер модуль ученик студент и модуль эдитер то есть в эдитере мы с вами редактируем либо создаем тесты с помощью сервера мы с вами управляем раздаем собираем результаты с компьютера учащихся и модуль ученика студента у нас устанавливается на компьютеры учащихся то есть вот эти вот три модуля мы будем все полностью устанавливать на свой компьютер на учительский что же касается компьютеров учащихся нам достаточно будет установить только модуль ученика и сейчас мы это посмотрим и так вот наша программа скачалась теперь мы можем дважды щелкнуть прямо здесь и нас встречает мастер установки выбираем язык здесь могут быть разные варианты английский русский либо на сайте автора вы можете еще выбрать дополнительные какие-то языки вообще программа создана на шести различных языках мы выбираем русский и нажимаем ok здесь как обычно далее читаем условия лицензионного соглашения данная программа распространяется бесплатно поэтому для личного использования для использования ее в своем компьютерном классе вам не нужно покупать никаких лицензий ну если вы хотите вы можете зарегистрироваться на сайте автора вот зарегистрировать свою программу и получить специальный ключ который будет доказательством того что данная программа используется вами легально и так принимаем условия соглашения нажимаем далее и устанавливаем в любую папку ну можно в папку программ файл куда устанавливается все файлы и вот здесь вспомним о тех модулях о которых я вам говорил здесь будут у нас три модуля my test student my test editor и my test server так вот на компьютеры учителя вы устанавливаете все эти модули потому что вы будете и создавать тест и возможно выполнять будете тест на своем компьютере и естественно раздавать тесты с помощью сервера и получать на него результаты то есть те отметки которые получили ваши учащиеся поэтому все эти галочки оставляем и нажимаем далее если же вы устанавливаете программу my test на компьютер учащегося то убираете галочку editor и убираете галочку my test server оставляете только my test student модуль для студента этого будет достаточно и так нажимаем далее далее здесь нам предлагают создать ярлыки ассоциировать сразу расширение тестов с программой которую мы с вами устанавливаем вот эти все настройки их можно оставить по умолчанию они настроены оптимально единственное что вы можете здесь изменить это языки русский украинский белорусский английский и любой другой установить это язык интерфейса программы самой все остальное у нас настроено оптимально если что ярлычки вот эти вы сможете тоже в любое время удалить а ассоциировать файлы с программой нам нужно обязательно потому что в противном случае нам придется это все делать затем в настройках самостоятельно нажимаем далее и нажимаем кнопку установить как видим процесс установки не занимает много времени нажимаем завершить и сейчас если мы свернем все окна мы увидим вот такие вот три ярлыка которые у нас появились это ярлыки с различными модулями my test server это модуль позволяющий управлять и осуществлять мониторинг компьютерного тестирования раздавать тест получать отметки my test student это модуль который позволяет нам выполнять тест получать тесты по сети которая раздает сервер и my test editor это модуль который позволяет нам создавать разрабатывать собственные тесты если же вы устанавливали на компьютеры учащихся программу то вам достаточно будет установить модуль my test student и вас вот этих вот двух ярлычков эдитар и сервер не будет там появится только один ярлык и студент когда будет заходить в эту программу он будет получать тест по сети если вы включите на своем сервере какой-то тест с этим мы с вами поработаем других уроках на следующем уроке мы с вами займемся созданием и редактированием тестов затем настроем модули сервер и студент для того чтобы они могли друг с другом взаимодействовать и после этого мы посмотрим как выполняется тест спасибо за внимание жду вас в следующем видео